Сегодня день энергетика. Об итоге года уходящего и о планах на перспективу вестим рассказал директор Карачаево-Черкесского филиала «Росгидро» Петр Кравченко. Ахмат Халкечев продолжит тему. Уходящий год был весьма непростым. Беспрецедентные меры, принятые по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, отразились на деятельности практически всех, без исключения предприятий и организации. Но несмотря на все сложности, Карачаево-Черкеский филиал «Росгидро» справился со всеми задачами, которые были намечены на этот год. Было выработано 325 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С момента пуска, когда станция в 1999 году пущена, у нас ожидается 6 миллиардов 311 миллионов киловатт-часов. Но с пуском Ульджи-Гутинской у нас среднегодовая выработка должна достигнуть порядка 483 миллиона киловатт-часов. Что это такое? Это много или мало? Но если так сравнить, то этой электроэнергии хватит обеспечить, условно я имею в виду, город Черкесск, Ульджи-Гутинский район и Зеленчурский район. Вот такая величина ожидается выработкой собственной электроэнергии. На Ульджи-Гутинской Малой ГЭС на сегодняшний день штат полностью укомплектован. Основной костяк привлеченные молодые специалисты. Сейчас станция хоть и работает в режиме апробации, но уже вырабатывает электроэнергию. Как еще поведал Петр Кравченко, в планах по наращиванию мощности филиала проектирование нескольких новых станций типа Малых ГЭС. Благо потенциал региона в этом плане огромен, подытожил Петр Васильевич. Новые станции Малые ГЭС, это такие как Кардоникская, Нижняя Ермоловская и Карджурская. Эти три станции, которые я называю, это только наши планы. Планы, о которых еще не обоснования проектных нет. Но предварительно, когда просматривали возможность, там хорошая перспектива. Росгидро – предприятие с высокой степенью социальной ответственности. Только на борьбу с распространением коронавирусной инфекции карачаево-черкесским филиалом выделено 5 миллионов рублей. Также была оказана помощь поселку Правокубанский в ликвидации последствий урагана, который сорвал несколько крыш с многоквартирных домов. В этом году на благотворительные цели в общей сложности компании было потрачено 27,5 миллионов рублей. Немалые усилия энерговырабатывающая компания предпринимает и по повышению качественного водоснабжения населения на своих территориях. На эти цели выделено 17,5 миллионов рублей. Сейчас изготовлен проект. Мы приступили к реализации, но опять-таки, некоторое отступление из-за коронавируса, погодных условий, ну и другие там есть проблемы по поводу реализации этого проекта. Но на сегодняшний день на заводе изготовлены насосные станции. То есть мы установим насосную станцию с двумя рабочими насосами и третий будет в резерве. Кроме того, построим фильтрационное поле, чтобы вода проходила первую ступень очистки. В Карачаево-Черкесском филиалам «Русгидро» во взаимодействии с руководством республики реализуется весьма значимый профориентационный образовательный проект для старших классников с говорящим названием «Энергокласс». Проект показал свою востребованность. Следующий год у нас уже идет полный набор и в январе мы уже откроем второй класс по подготовке. И я думаю, что энергетический класс дает ребятам дополнительные знания. Они получают углубленные знания по физике, по математике, по той же химии. Я думаю, что они впервые сталкиваются с инженерной графикой. Даже если кто-то из них надумает поступать, ну передумает идти в гидроэнергетику, он в обязательном порядке с успехом пройдет в любой другой вуз, потому что знания основательные получают. «Русгидро» является предприятием из категории непрерывного цикла. Буквально с первых дней особого режима, принятого из-за пандемии, на предприятии был утвержден смешанный режим работы. Часть сотрудников перевели на так называемую удаленку. Ну а те специалисты, которые не смогли оставить производственный процесс, продолжали оставаться на боевых постах, соблюдая все предписанные санитарные меры. Акмар Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево, Черкесия, Карачаевский район.